МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, отец Борис. Здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии сегодня. Памятное событие отметили мы на уходящей неделе. День крещения Руси. Событие действительно значимое. По всей Руси в этот день во всех православных храмах звонили колокола, и не только в нашей стране, но и за ее пределами, символизируя единение, объединение людей единой православной веры. Сейчас сложно представить Россию неправославной. Выбор был сделан чуть более тысячи лет назад. Батюшка, расскажите, как это происходило? Для того, чтобы понять духовно-нравственное и историческое значение этого события, уместно вспомнить 1988 год. Год, когда не только Русская Православная Церковь, но и вся наша страна, и весь христианский мир отмечали тысячелетие крещения Руси. Переоценить значение событий того года невозможно. Если вспомнить, как это происходило празднование в 1988 году, то хочется отметить то, что для очень и очень многих граждан нашей страны, это событие стало открытием. Многие узнали, что, оказывается, история нашего Отечества началась не с 1917 года, что тысячи лет назад, как свидетельствуют летописи, Русь приняло святое православие, что великий князь Владимир является равноапостольным и просветителем, и христителем Руси. И то, что крещение Руси – это было православным просвещением Руси. И это было очень и очень важно. И этот год, я имею в виду 1988 год, стал своего рода таким переломным годом. Незадолго до этого, года три тому назад, началась так называемая перестройка. И люди ожидали каких-то перемен. И перемен ожидали, конечно, в общественно-социальной жизни. Думали, что вот будет свобода какая-то новая и так далее. Но теперь-то мы знаем, как сложно проходили эти дни. А перемена произошла в общественной жизни благодаря тому, в лучшую сторону, что стали открываться новые приходы, строятся храмы, монастыри, появилась церковная литература, появились воскресные школы, а потом и духовные учебные заведения. И вот из-за каких-то 5-6, может быть, 7 лет святое крещение приняло примерно 30 миллионов наших соотечественников. Люди крестились сотнями в день. И некоторые даже назвали это вторым крещением Руси, потому что этому предшествовало 70 лет притеснений церкви, гонений на верующих. И, в общем-то, можно сказать, иногда даже в некоторое поводу открытого такого богоборчества. И для наших соотечественников было очень важно понять, что своей родной святой православной веры можно не стесняться, что можно безбоязненно пойти и покрестить детей своих, можно даже повенчаться, если молодожены хотели осветить свой брак. И за это уже, ну, и на работе не скажут укоризненного слова, и, может быть, очереди на квартиру не лишат, и еще что-то не сделают. Конечно же, психология человека такова, что ему трудно сразу этому. И вот чтобы это оценить, что же такое было крещение Руси, событие, которое, ну, если отсчитывать от сегодняшнего дня, произошло 1032 года тому назад. Нужны были эти вот годы, тридесятка лет, когда стала доступна литература, люди могут прочитать или купить Евангелие, Библию, что открыто могут пойти в храм. Стали появляться программы, в том числе телевизионные программы, посвященные праздникам. И перемены наступили в сфере образования. Есть возможность родителям, православным родителям, для своих православных детей выбирать изучение такого предмета, или, как часто его называют, модуля, основы православной культуры, которая изучается вот в контексте такого курса общего, вот, основы религиозной культуры, светской этики. И, конечно же, за эти тридцать с небольшим лет, ну, можно сказать, сменилось поколение. Вот. И сейчас, вот, для того, чтобы понять, насколько важным это было, ну, определяющим событием в нашей родной истории крещения Руси, конечно же, как это ни странно, может быть, помогают актуальные проблемы нынешнего времени. Нынче наша страна, да и весь мир, все люди доброй воли праздновали, отмечали, вспоминали 75-летие Великой Победы в Отечественной войне. И вот в преддверии начала этого празднования вдруг обнаружилась проблема, которую раньше мы, может быть, или не знали, или недооценивали. Сохранение исторической правды. Воспитание детей, вот, в духе патриотизма, чтобы они имели национальное самосознание, чтобы они имели и хранили историческую память. А это ведь не простые слова. Для того, чтобы хранить историческую память, необходимо соприкосновение какое-то и с историческими источниками, и с историческими памятниками, и с родными святынями. Ведь не даром же гимн Российской Федерации начинается словами «Россия – священная наша держава», хранимая Богом родная земля. А теперь с внесением изменения в Конституцию Российской Федерации этот момент еще более становится ясным и понятным. Если до настоящего времени вот в некоторых организациях гимн исполняли без слов, ну, может быть, как бы стесняясь этих слов, «Хранимая Богом родная земля», то теперь, когда в тексте Конституции Российской Федерации появилось утверждение, что мы от своих мужественных, мудрых предков приняли ценности духовно-нравственные, гражданско-патриотические и веру в Бога, это очень важно. Теперь, я думаю, каждый учитель в каждой школе должен задуматься. Если он продолжает проповедовать антирелигиозные какие-то учения или стараться как-то негативно отозваться о православии, то ведь он, в общем-то, можно сказать, идет против Конституции. Потому что в Конституции о вере в Бога говорится как о ценности, они не называются ценностью борьба с верой, с Церковью, с Богом. Поэтому, я думаю, что время, конечно, необходимо для того, чтобы все это смогли осознать, усвоить, но, по крайней мере, вот эти изменения в Конституции, на мой взгляд, они свидетельствуют о том, что вот эпоха такого безбожия, ну, когда-то оно было очень агрессивным, потом оно стало как-то менее агрессивным, она завершилась, и сама Конституция показывает, что мы живем в стране, где православие является одной из самых наших важных основ и ценностей. Без православия Россия едва ли не стала страной третьего мира, страной, где главное это добыть побольше нефти, газу и так далее. А с православием это великая, культурная, священная держава. И поэтому вот празднование тысячелетия крещения Руси, которое вот было 28 июля, свидетельствует об этом празднование. Каждый год этого дня крещения, оно дает нам повод и основание вновь и вновь вспомнить наши истоки, источники. Следует напомнить, что 10 лет тому назад, в 2010 году, был указ президента Российской Федерации о том, чтобы в российский календарь памятных дат внести новый праздник, день крещения Руси. Для нас, православных христиан, день памяти Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, он всегда напоминал нам о крещении Руси. И до 1988 года, и в последующие годы, но то, что вот в гражданские календарь и памятных дат внесена такая дата, день крещения Руси, это напоминание всем нам о том, что именно крещение Руси определило дальнейший исторический путь России. И наша задача как можно лучше узнать, изучить эти истоки, источники. И, конечно же, вот, если мы это будем хранить, то, что получили от своих предков, помните, в гимне говорится «мудрость народная». В чем это «мудрость народная»? А в том, что они умели хранить веру, хранить мир между разными народами и людьми даже разных вероисповеданий. Вот это «мудрость народная». И, слава Богу, вот, нынче много таких событий в этом году. И, вот, празднование 75-летия Победы, когда 24 июня был парад, а ведь 75 лет назад парад был Победой в Москве. Знаете, на какой праздник? На День Святой Троицы. Это не случайно. Победа пришла в пасхальные дни, помните, 9 мая, 6 мая, а это было в День Святой Троицы. И вот, не случайно, через 50 дней. И нынче, как раз, вот, парад был в тот день, вот, который в 45-м году знаменовался таким великим праздником. А потом, вот, в этом году также было такое событие освящения главного храма вооруженных сил России. Это уникальнейшее событие. вот, и все это, вот, и празднование тысячелетия, и празднование Дня Крещения Руси, все это в совокупности показывает, как изменилась общественная жизнь, церковная общественная жизнь. Это наше достояние, вот, это наше достояние, достояние всей России, всех людей. И слава Богу, что постепенно, постепенно, вот, все это восстанавливается, изучается. И это есть основа духовно-нравственного воспитания школьников. Потому что, если они будут, вот, у них будет склад, формироваться историческая память с детства, со школы, то они будут добрыми гражданами, вот, патриотами. Выбор, сделанный князем Владимиром, часто называют цивилизационным выбором. Насколько изменил он ход развития всей истории страны? До того, как святой родной апостол невелик неосладимый сам принял крещение, до того, как крещение проник в Ляне, а потом жители других древнерусских городов, Русь была языческой. Но язычниками были многие народы. Но с принятием святого православия появилось просвещение, появились благотворительность, изменилась и изменились нравы семейные в том числе традиции. И в общем-то вы знаете, такое было выражение, оно сейчас сохранилось в древнерусских житиях святых и в богослужебных текстах. Новые люди. Да, новые люди. Что такое новые люди? А это люди, обновленные святым крещением. И вот это новое. И Россия стала новой. И новые люди, это люди, принявшие святое православие, святое крещение. Это определило весь ход дальнейшей истории. И хотя были и нашествия наплеменников и иноверцев, и хотя были социальные потрясения страшные, ну как вот смута начала 17 века, хотя были страшные такие нападения, как Наполеон, Гитлера, тем не менее, вот, наши предки сохраняя святое православие, сохраняли и все эти необходимые качества духовно-гравственные, которые им помогали любить и хранить родную землю, и своих соотечественников, и всё. Поэтому в этом плане, поскольку прошло уже столько времени, 1032 года, то, собственно, крещение Руси, это стало истоком, началом корня новой жизни, вот, жизни, которая, если употребить слова святого Иоанна Златоустова, до сих пор жительствует вот в нашей России. Бадюшка, а на каких столпах, если так можно сказать, держится православие? Это вопрос очень важный, но очень обширный. Если сказать кратко, он держится на трёх основных христианских добродетелях, о которых ещё писал святой апостол Павел. Вера, надежда и любовь. Вера в Бога, она даёт, она питает доверие друг к другу. Надежда на будущее жизни показывает ценности этой жизни настоящей, подлинной. А любовь это союз совершенства, это высочайший добродетель. Но любовь это, в высшем понимании, это прежде всего жертвенность. Даже вот защита Родины своей, она ведь веками воспринималась нашими мужественными предками, вот, как исполни заповеди Божьи, понимаете? Никто больше любви не имеет, если он душу свою положит за друзей своих. Это вот, если отвечать кратко, на этих трех столбах, на вере и надежде и на любви. А от них, конечно, очень много, можно бы сказать, производных таких качеств, добродетелей. Сейчас иногда их называют, знаете, как базовые духовно-нравственные ценности России. но они близки ко всему этому. Это действительно, это и семья как ценность, вот, это и хранение вот, преданий. Почему? Потому что, когда человек имеет, вот, хранит национальное самосознание, вот, когда у него есть историческая память, он чувствует свою ответственность и перед предками, и перед потомками. Понимаете? Вот у академика Лихачёва есть такие слова замечательные. Память это основа совести и нравственности. Память основа культуры. Хранить память, береть память, это нас нравственный долг и перед самими собой, перед потомками. Память наше богатство. И он же говорит, что культура это святыня народа, святыня нации. Поэтому неплохо бы поучиться у академика Демида Сергеевича Лихачёва особенно у него есть хорошие книги такие, письма о добром, прекрасном, где он прям говорит. Потому что беспамятный человек это не просто человек, у которого в низе это человек, который не знает, а поэтому и не любит, а потому и не защищает свою историю, свою родину, своих близких, а в общем-то и самого себя. Путюшка, мы часто слышим «жить по вере». А что это значит, как жить по вере? У святого апостола Иакова, есть его послание в Новом Завете Библии, есть простое выражение «вера без дел мертва». Вера должна укрепляться любовью, делами милосердия. И в Евангелии есть повествование о грядущем страшном суде Божьем, показано, как этот будет суд совершаться. Одни будут поставлены направо, одесную, вторые налево, а шую, говорим сюда. И тем и другим будет вопрос. Накормили ли вы голодного, приютили ли вы странника, посетили ли больного. И вот тем, кто будет эти исполнять заповеди, они будут одесную. И Господь скажет, то, что вы сотворили одному из меньших, моих братьев, то мне сделали. Вот по какому принципу будет страшный суд. Поэтому в Священном Писании и в Творении своих отцов мы слышим постоянный призыв, что вера, она оправдывается добрыми делами и жизнью. Да и сам Христос ведь сказал как, так, когда просветится свет вас при человеке, то есть так себя, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вообще-то каждый православный человек помнит он или не помнит, думает или не думает, но он всегда является или добрым свидетелем о Боге, о Христе, о Церкви, о вере, или лжесвидетелем. Вот свидетелем добрым является, когда у него совпадает и вера, и жизнь, то есть добрые дела. У святителя Григория Богослова есть изумительное наставление. Он так говорил наставникам христианским, говорил, или учи жизнью, или совсем не учи. Так вот. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что, конечно, мы все люди, люди немощные. И, естественно, каждый из нас, каждый христианин всегда должен быть настроен на покаяние. А покаяние – это переменно в лучшую сторону, а не в худшую. Но если человек не забывает о своем звании, о своем призвании христианском, к чему он призван, вот, и если он спрашивает свою совесть, если он тем более старается эту совесть на исповеди очищать и стараться жить по заповедям Божьим, то, конечно же, тогда вот он является добрым свидетелем и оправдывает свои звания. А если человек называет себя православным христианином, но совершает какой-то поступок или поступки несоответствующие христианскому своему званию, то получается, что он является недобрым свидетелем, а наоборот. Кстати, люди, очень часто люди далекие от веры, от церкви, от жизни церковной, они очень зорко видят и отмечают. Говорят, а еще христианин, а как же это ты? Тупил даже. Иногда даже муж, жене, жена, могу сказать, допустим, если кто-то один, говорит, а ты христиан, а как же это? А ты христианин, почему ты так поступаешь? Это о чем говорит? Это очень важное свидетельство, что в сознании людей все-таки представление о том, как должен не только веровать, но и жить человек, называющий себя христианином. Христианин – это Христов, тот Христу принадлежит. Понимаете, да? Вот. Чувства есть. Вы взяли бы набор сказок, для этого чувства спрашивают. Вы же христиане, что там? Вот есть, мы люди передовые, продвинутые, просвещенные, а вы такие-сякие, там, зашворенные, там, только умеете, только лбы расшибать и так далее. Чего с вас спрашивают? Нет. Так не говорят, говорят. А еще христианин. Это для всех нас рук, конечно, христиан. Почему? Потому что от людей иногда можно что-то постараться скрыть, какое-то слово или дело. И люди могут даже не знать. А ведь мы верим, что Господь все видит. Есть такое понятие «страх Господень». Это не чувство боязни темноты или какие-то фобии. Нет. Это благоговейное чувство, которое помогает человеку помнить, что Господь видит, слышит, знает, что Он говорит, И даже знает наперед наши дела. Это не значит, что Он нас побуждает или что. Нет. Человек в свободной воле остается. Но ответственность, она высокая. Поэтому нам, христианам, надо всегда помнить о своем собственном христианском звании, призвании, о своих обязанностях. Вот так хотелось бы ответить на Ваш очень и очень важный вопрос. Отец Борис, а почему во все времена находятся люди, которые стремятся разрушить православие среди правителей, уничтожить веру православную? И что будет, если эта вера ослабнет? Вы знаете, у апостола Павла в одном из посланий есть такие слова «тайна беззакония уже в действии». То есть, вот, Господь Иисус Рисов в Евангелии сказал, что, назвал признаки второго пришествия, многое, будут и моры, и войны, и землетрясения, другие. А в конце сказано, и будет проповедана Евангелие всем народом, и тогда придет кончина. Не конец света, а кончина. Поэтому мы не знаем, в какой мере уже проповедана всем народом Евангелие, вот, но от человека свобода не отнимается. И дело же не в том, что вот благовестие есть, Евангелие есть, но это непринуждение, что каждый человек, если он начинает изучать весь мир, он поражается всемогуществом Удивства Творца. Если человек свой внутренний мир начинает изучать психи, душа, он тоже придет к тому, что он человек сотворен по образу Божию, все это. Но при всем этом, вот, человек к вере не понуждается, вот. А враг рода человеческого, он не дремлет, у него большой опыт в искушении, он пытается, ну, как бы, по-простому сказать, напакостить церковной жизни. А каким образом делает? Влагая в гордыню, влагая какие-то такие вот концепции, представления. Ну, самое простое, если сказать, что вот, что такое антирелигиозный гуманизм, когда, если, когда-то меры всех вещей был Бог, то гуманизм говорит, нет, мера вещей все человек, это человек, мера всех вещей, все для блага человека. Но когда этот лозунг все для человека, все для блага человека, то вдруг оказывается, что не благо самому человеку. И под видом таких, как бы, добрых всех идей движений, вот, проникают страшные, например, тоталитарные такие учения движения. вот, и поэтому, и поэтому, вот вам ответ, что Господь до страшного суда, Он никого не связывает, Он всех призывает к себе. И, как говорится, имеющие уши слышат, и дослышат, колокольный звон звучит, можешь идти в церковь, очи имеющие, да, видят, может почитать Евангелие, вот. Понимаете, чтобы человеку понять истину и стараться жить, человек должен постараться делать добрые дела, жить, жить, жить вот именно добродетелями, понимаете, у него тогда появляется способность восприятия тех духовных истин. А если человек, как бы, закосневает в каких-то ненужных делах, ну, а самое главное корень – это гордость, на этом очень легко человек попадается. Сначала дьявол и решил, через гордыню захотел быть как Бог, Архангел, говорил, Михаил ему воспретил, сказал, кто как Бог. Вот. А если гордыню влагает, если гордыню влагает человек, то человек может дойти и до богоборчества, и он тогда начинает с церковью воевать, и с православием, и так далее. Это очень сложный вопрос, вот вы задали его, чтобы на него ответить, конечно же, конечно же, наверное, следует именно сказать, что опыт христианской жизни уже почти, уже две тысячи лет распространяется верой Христовой, да и до этого в Ветхом Завете много было поучительного, но слава Богу, душа поправеды христианка, сказал Тертулян, и мы радуемся, когда видим, что все больше и больше людей вдруг начинают осознавать, что истинная религиозная вера, православие, это не какой-то предрассудок, это не просто какие-то там архивные вещи, вот музейные, нет, это действительно жизнь, но лучшим свидетельством об этом являются наши праздники, вот наступает Пасха, все радуются, Рождество наступает, вот день Крещения Руси, и через праздники и традиции люди возвращаются в ограду церковную и понимают, что сохраняя свои традиции, они укрепляют не только вот какие-то отличенные понятия, а это они тогда имеют твердую основу и для воспитания детей, и для создания крепкой семьи, ну и для создания доброго, крепкого государства, все связано. Я благодарю вас, отец Борис, за интересный рассказ, будем ждать вас в гости за счет. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok